Добрый день, Владимир Владимирович. Я, во-первых, хотел вас поблагодарить еще раз за ваше поздравление, когда вы к нам пришли на десятилетие канала. И мы все в английской редакции оценили ваш подарок, который вы недавно министру спорта Виталию Мутко сделали. Это был разговорник английского языка. В связи с этим вопрос, что в связи с усложняющимися отношениями с нашими, как вы говорите, западными англоязычными партнерами, нашим чиновникам, не только Виталию Леонтьевичу, но и его коллегам по правительству, вообще пригодится английский язык в ближайшем будущем? И чуть более серьезный вопрос. Что вы ожидаете от отношений с новым американским президентом? У них в новом году уже выборы будут. Спасибо. Что касается языков иностранных, Россия открытая страна, и английский язык, безусловно, является наиболее универсальным с точки зрения его применения в бизнесе, в гуманитарном. В иностранной сфере, в дипломатических отношениях. В дипломатических он такой же универсальный, как когда-то был французский язык. Сегодня это, безусловно, английский, и мы поддерживаем изучение иностранных языков и в школах, в высших учебных заведениях. Мы продолжаем программы подготовки наших специалистов не только на территории Российской Федерации, но и за границей, и будем это дальше делать. Надеюсь, что и мои коллеги в министерствах, в ведомствах, в регионах будут прикладывать к этому определённые усилия. Что касается Виталия Леонтьевича, то можно, конечно, как угодно посмеиваться над ним, но, вы знаете, в этом смысле он лишён комплексов и готов над собой работать. И это очень хорошо, на самом деле. Я бы ни в коем случае не позволил себе давать ему такие подарки, если бы не видел, что он к этому относится спокойно, непринуждённо, легко не комплексует совершенно. Но посмеяться, конечно, можно, но, тем не менее, человек знает, что надо делать, как делать. Он пытается работать над собой. Это же непросто. Одно дело, когда с детства люди говорят на иностранном языке, а другое дело, когда уже в зрелом возрасте пытаются приобрести какие-то навыки. Кстати, это очень полезно с точки зрения поддержания своих интеллектуальных возможностей. Изучение иностранных языков – это самая лучшая гимнастика для ума. Рассчитываю, что это мои коллеги услышат и будут это делать. И второй вопрос. Честно. А, новый американский президент. Надо сначала понять, кто это будет. Но в любом случае, кто бы это ни был, мы готовы и хотим развивать свои отношения с Соединёнными Штатами. Вот последний визит госсекретаря показал, как мне представляется, что, в общем, американская сторона готова как-то двигаться в сторону совместного решения тех вопросов, которые могут быть и решены только совместно, но это уже, в принципе, такая здравая оппозиция. Мы её всячески поддерживали и будем поддерживать. Мы никогда не закрывались. Кого бы американский народ ни избрал, это они пытаются всё время нам здесь подсказывать, что нам нужно делать внутри страны, кого избирать, кого не избирать, по каким процедурам. Мы же никогда этого не делаем, не лезем туда, да и опасно. Там, говорят, прокурор, если кто-то из наблюдателей из иностранных подойдёт ближе, чем на 5 метров к очереди на выборах, то он пугается, что в тюрьму посадят. Мы даже этого не делаем, правильно? Мы открыты и будем работать с любым президентом, за которого проголосует американский народ.